Подписывает указ президента Российской Федерации о признании Донецкой Народной Республики, о признании Луганской Народной Республики. Донецк и Сибирь по духу равные. Украинцы, белорусы, и казахи, и все остальные, которые были в СССР. Это все наши, только они нас своими не считают. Независимость республик уже признали Сирия, движение в Йемене, поддержку выразили в Южной Осетии, Абхазии. Планируют признать суверенитет Венесуэла, Куба, Никарагуа. Отношения Сербии неоднозначные. Но в Европе и на Западе решения президента не принимают и грозят санкциями. Правда, они будут несущественными, заверяют алтайские политологи, и скорее будут носить персональный характер. А на экономику повлияют совсем другие факторы. Но это мы узнаем позже. А пока в Алтайском крае, как и в других регионах, готовятся принять беженцев. Вернее, беженцами их теперь называть некорректно. Это переселенцы. Ну а почему не Алтайский край? Во время войны к нам приезжали беженцы. И наши бабушки и дедушки их принимали, жили гораздо хуже, чем мы сейчас. Для всех, кто готов оказать помощь и даже предоставить кровь, создан сайт. На нем россияне уже отмечаются. В основном это центральная Россия, юг. В Алтайском крае сейчас 13 адресов. К слову, помимо помощи братскому народу, именно работников в регионах и ждут. В переселенцах заинтересованы все территории России. Здесь необходимо правительство Алтайского края четко рассчитать, сколько нам надо людей, какие люди нужны. Потому что не секрет, что у нас большая нехватка рабочих профессий. Нам бы хотелось все равно здесь получить увеличение жителей на селе. Политолог уверен, волны переселенцев не будет. Хотя последняя цифра. В Россию прибыло уже 90 тысяч жителей Донбасса. Завлечь их так глубоко в Сибирь могут в специальные программы правительства. О таких планах местные власти пока не сообщают. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. День с толком.